В ходе переговоров о будущем Ливии наметился прогресс. Было заключено соглашение о том, что выборы в стране состоятся в течение 18 месяцев. Об этом сказала спецпосланник ООН в Ливии Стефани Уильямс. «Сегодня участники ливийского политического диалога достигли предварительного соглашения о завершении переходного периода и о проведении свободных, честных, инклюзивных и достоверных парламентских и президентских выборов». Своё заявление Уильямс сделала в Тунисе, где с понедельника проходят переговоры с участием 75 представителей от Ливии. Впрочем, процесс установления мира в стране по-прежнему сталкивается с большими трудностями. «В плане также изложены шаги по объединению госучреждений Ливии, восстановлению государственных услуг, начало очень важного процесса национального примирения и создания механизмов юстиции переходного периода, а также по быстрому решению проблем перемещённых лиц внутри и за пределами Ливии, которым необходимо позволить вернуться в их дома». С 2011 года Ливия погрузилась в хаос, а с 2014 она была разделена между соперничающими фракциями на Восточную и Западную. Главные государственные учреждения также разделились и находились под контролем вооружённых формирований. Правительство национального согласия, которое пользуется поддержкой других стран, удерживает столицу Триполи и западную часть страны. А Ливийская национальная армия под руководством халифы Хафтара обосновалась на Востоке. В прошлом месяце на переговорах в Женеве стороны договорились о прекращении огня. Теперь же создана специальная комиссия в городе Сирт, которая разработает предложение того, как отвезти военных с линии огня. Кроме того, стороны обсудят создание единого объединённого правительства, которое и организует выборы.